Погоресь Да А как не выздорово? Сергей Петров, микрофончик выключайте Ага, а то А то я тебя заканула Наблюдение Христос воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ 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 Господи, благослови наше занятие Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Ефесянам Послание Святого Господа Павла 3 глава 1 стих Для сего Для сего-то я, Павел Сделался узником Иисуса Христа За вас, язычников Полкованием Указав на попечение О нас Христа Говорит затем и о своем Попечении Так как Говорит Господь мой Явил такие дела В отношении к нам То необходимо И мне По возможности Содействовать Посему Я узник За вас Если Он был распят То я По крайней мере Нахожусь в узах За вас Словами За вас Язычников Указал на следующее Не только Мы Вас не гнушаемся Но даже И узы Принимаем Ради вас И за честь Себе Поставляем Именоваться Узниками Христовыми Ефесянам 3.2 Как вы Слышали о Домостроительстве Благодати Божией Данной мне Для вас Намекает На слова Божией Канами Он Есть Мой Избранный Сосуд Чтобы Возвещать Имя Мое Преднародами Деяния 9.15 И откровение Тайны Потому что Не о человека Узнал его Называет Домостроительством Благодати Ибо Благодать Божия Распорядилась Таким образом Чтобы я Был призван Свыше И подвергся Слепоте За неповиновением Чтобы Таким Именно Образом Прийти К повиновению Но для вас Была Дана Мне Эта Благодать Ибо Сам Мне Сказал Что Я Я Пошлю Тебя Далеко Язычникам Деяния 22.21 Посему Вы Есть Дело Благодати И я От себя Ничего Не принес Вопросы Ефесянам 3.3 Потому Что Мне Через Откровение Возвещена Тайна О чем Я и Выше писал Кратко Толкование Вот Дело Благодати Откровение Тайна И поистине Тайна Из Крайнего Ничтожества Возвести Язычников В почетное Положение Выше Чем Иудеев Указывает На Вышесказанное Им Что Язычники Бывшие Вдови Призваны Что Они Настроены Поверх Патриархов И тому подобное Всянам 3.4 То Вы Читая Можете Усмотреть Мое Уразумение Тайны Христовой Полкование Я писал Говорит Несколько Должно А по Силе Вашей И вместимости И из этого Вы можете Воспринять И понять Мое Разумение Тайны Христовой То есть Как я Уразумел Тайну Христову Или как я понял Что Он Сидит Одеснули Отца И Нас Посадил С собой Что В себе Создал Обоих Воединого Нового Человека И Прочие Относящиеся Тайны Что Тайны Тайны Что Неужели Не знали Пророки А как Христос Говорит Моисей Пророки Обо Мне Писали И Исследуйте Писание И Они Свидетельствуют О Мне Иоанна 5.39 Но Павел Во-первых Говорит То что не было открыто Всем людям Так как прибавил Которая не была Возвещена Прежним Поколением Сынов Человеческих А во-вторых То что Таким образом Не было открыто И пророком Как Теперь Самым делом Явлено апостолом И новозаветным Пророком Духом Святым Типа Если бы Дух Не научил Петра Последний Не принял бы В церковь Язычника Корнилия С его домашними И Не Относительно Обрезания А Относительно Язычников Дает Дух Откровения Потому что Великим Было делом Принятия В церковь Презираемых Язычников И Настолько Древние Не знали Этой Тайни Что даже И Великий Петр Нуждался В наставлении Духа Относительно Этого Вопросы И И И Добавить Что-то Вот Эта Привычка Мыслить Шаблона Стандартно Она заключается Во многих людях Если бы Если бы в ту же минуту Обращались к Богу И Маленько Рассуждали Мы Творение Божие А А Какая Причина На Руху Говорит Ненавидь Язычников Презирай Желай Смерти А Он Однако Не так рассудил Это творение Божие И в Священном Писании Он буквально Выискивал Вот Я Просто Исследовательски Так Пытаюсь подойти Такое место Писания Павел берет Оно недоказуемое Я бы никогда Это не взял в арсенал Даже себе Он берет Берет И на сегодняшний день Оно нисколько Непроясненное Но Я его принимаю Не доказательство А то что он сказал В Духе Святом Дух Святой Открыл Что язычникам дверь открыта Открыта И мы даже Это так увидеть Как дверь на две половинки Пятидесятницы Еврейский народ Был Отовсюду были И Дом Корнилия Десятая глава Это называется Тайной 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 Которая открыта Как это понимать Ну то что от Бога Речь идет только об этом Под это подгонять Ничто другое не надо А тогда скажут Ну вот вы там Хорошо вы старые Там парисеи Православное Вы избранное А сектанты Они потом пришли Павла Сам Бог рукоположил А мы поэтому Своих учителей Сами рукополагаемы То есть Это не рассуждение А гибель Здесь ничего О другом не говорится Кроме того что Выводы Уже тогда делались Задел нечаянно Такими людьми Как апостол Павел И сегодня Мы это видим По обстановке Самое главное Доказывает А почему я должен Доказывать Баптисту Вопросов много Которые нас разнят Разнят со всеми Но не такие люди Они не одинаковые Центральный момент Христос и церковь Христос Кем для тебя стал Тем ли который Никео цареградский символ Его принял Бога истина От Бога истина А вот которые Мессианские иудеи Они его признают Как мессия Но не Бога И потом они твердо держатся Вот к нам еврейка Ходила знаешь Она символ веры Не пела Я спрашиваю Почему ты не поешь Она молчит Потому что она знает Если сказать ей Я говорю Потому что Бога истина От Бога истины Произнести не можешь Они его за Бога Это не признают А мессианские Евреи и Новозаветные Еретики Они не признают Никео цареградский символ веры А будут ли они приняты Писание сегодня Определенно говорит Ни еретик Ни один не войдет В Царствие Божие Не войдет Дела плоти известны Павел перечисляет их И поэтому Познав что Язычникам веры открыты Теперь надо наблюдать А что из этого получилось Уже в то время Были язычники Такие Из язычников Это Ян Слатоус Это из язычников Василий Великий Григорий Богослов Это из язычников Только Епифаний Кипрский был Один еврей Не считая апостолов Теперь Обстановка изменилась Гонимые Были язычники Неприимямые А теперь Мне только вопрос задали Мы Пасху отпраздновали А почему мы ее отпраздновали Она же Согласно канонам Нынче ее Раньше отпраздновали И люди Рассуждают Знают Но я говорю Я православный Впереди меня Прошли люди Которые Пасхали на 532 года Высчитали 532 Это цикл Лунный Солнечный календарь Мне рассуждать Не надо Мне надо только принять И так Относительно язычников Убеждать не надо Возвещать надо Нам не дано Переломить Человеку обстановку Вот он так понимает Он Но не может от этого Отойти Я его убеждаю Убеждаю И ко мне сейчас подошла Одна наша сестра И У меня деньги были А там я адрес дал Книги отправить Все было В магазине была Там со мной рядом Наши сестры были А теперь Паша на почту Кошелька нету Денег нету Адреса нету Уплыло все Где я пошли Храм открыли Поискали Нету Я говорю Украли Но мы же трое были Да какая разница Рохли 3 или 33 Он мимо вас прошел Рукой так чуть задел И все Ну нету В сумке В гаманке В сумке я тебе говорил Не держать Держать только в внутреннем кармане А сейчас карманы такие Разрез делают Вертикально вниз Она открывает его А там на два пальца всего только Глубина кармана то Перешей все карманы то Зачем ты под идиотизм играешь Я ее не могу убедить Я говорю Рассуждать зачем Все костюмы Все верхние одежды Перешей Сделай внутренние карманы Молчит Не будешь делать Осталось дверь запереть Я сейчас беру иголку И пришью Показываю У меня карманы все Как у моего задуна Вертикальные Вниз С клапаном Я за всю жизнь Не потерял ни копейки Я могу Похвалиться моим господом Который дает мне смиряться Перед этим Все Все Согласилась А теперь потерю Не считать за потерю Господь испытал тебя А вот если ты не поняла И дальше пошла бы так же делать Вот это потеря была бы Один раз случайно Два это система Итак если ты Зазираешь язычника Ты зазираешь Господа Который открыл язычникам дверь За этим другое стоит Намного намного больше Вот сегодня рассуждали там о земле и площади Проще Это никакой роли не играет Дело в том что дух лжи И он через это обнаружен И теперь конкретно в молитве Я все время произношу имя человека Отгони от него Или из него Духа лжи А все остальное в один день Санет на место Так и здесь Если ты принял что Бог открыл дверь язычникам Никогда не спрашивай Кто это 2895 наций Евреи Это одна нация Будет 96 Почти 3000 языков на речи Да какой он избранный Бог сказал Ваш отец дьявол Это им сказал Он нам не сказал Ибо он лжец Отец лже Ложь что От Бога Не тоже ли от сатаны И вот когда осадишь так Покажешь Все не до евреев нам будет Мы о себе ума не дадим Поэтому тут добавлять нечего Надо уже исполнять Исполнять И к евреям иметь особое почтение Не потому что они хорошие А потому что Через них мы дождались Христа Божью Матери Священное Писание Отошел Ефесянам 3.6 Чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования толкования Тайна состоит в том Тайна состоит в том что язычники стали сонаследниками и соучастниками обетования Израила Ибо израилите они участвовали в обетовании как народ святой И язычники доселе нечистые стали участниками с ними того же обетования Но каким образом Во Христе То есть через веру во Христа которая дошла до них через благовестие И не удовольствовался названием сонаследниками и сопричастниками Но чтобы показать большую близость единения назвал составляющими одно тело Ибо язычники со святыми израильтянами составили одно тело управляемое единой главой Христом Исианам 3.7 Которого служителем сделался я по дару благодати Божией данной мне действием силы его Я стал служителем всего благовествования и нахожусь в узах ради него Но это не мое дело, а дар божественной благодати Которая дана мне не просто и не скудно, но обильно и щедро Как свойственно давать и сильному Богу Или же так как он дарвал мне это служение То снабдил меня и силой Ибо бесполезно достоинство, если не соединена с ним сила Три вещи нам нужно вносить в служение Душу, готовую на опасности Мудрость и разум и жизнь беспорочную А Божие дело сдавать силу, через которую все это стало бы действительным Вопросы Ефесянам 3.8 Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия Благоверствовать язычникам неисследимое богатство Христово Толкование Намереваясь говорить о величии божественной благодати Смотри, с каким смирением говорит он о себе Ибо после столь славы и я не открывает себя самым священным Не между апостолами, а между всеми святыми, то есть верующими И это как выражение смирения Выше слов Я не достоин называться апостолом 1 Коринфянам 15.9 Какая благодать, говорит, мне дана благоверствовать язычникам Ибо другие были посланы к обрезанным, а он к язычникам Шейхарман Слушай, я тебя ходом и научу Слушай, я тебя ходом и научу Следованным даже и после его явления То не тем ли более неисследима сущность его Как же после этого Евноми хвалится Постигнуть ее И открыть всем И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом Полкованием Ибо неизреченно имя к одному ему ведомо. Прекрасно, что у нас занятия идут. Ибо без него, говорит, ничто не начало быть. Иоанна 1.3. И это через него открывает. Вопросы? Эфесянам 3.10. Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Ни горние начала и власти, ни дольние не знали тайны прославления язычников. Ибо и ангелы, и архангели знали только то, что Израиль был уделом Господа и народом Его. И Гавриил также знал только то, что Он, Мессия, спасет народ свой от Его греков. А что и язычники достигнут такой чести. Это узнали теперь и горние и дольные силы через церковь, то есть через благодеяния, оказанные нам. Ибо благодеяния к нам были для них учителями мудрости Божией. И называет премудрость не просто различной, а многоразличной, указывая на ее особенное превосходство и непристижимое. И Григорий Низкий говорит, что прежде во человечние небесные силы просто знали Божественную мудрость. Именно так как Он сотворил все единой Своей волею, то они признавали Его могущественным, и так как все сохранял своим мудрым промыслом, то считали мудрым промыслителем. В этом нет ничего разнообразного, то есть чтобы иное было и иное Он сделал. Но по воплощении Богослова из противоположного возникает противоположное. Из смерти – жизнь, из немощи – сила, из бесчестия – слава, из всего, казалось бы, низкого, благоприличного. Каким-то образом стала ведома многоразличная премудрость и сила Божия небесным силам. Ибо когда мы узнали, тогда и они через нас, видя, каких благ удостоена Церковь, и через нее приходя к познанию вопросов. Офессианам 3.11 По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. Хотя теперь только поздно говорит мудрость того, что совершилось с нами, но оно издревле было предопределено по предвечному определению, то есть по предведению будущих веков. Ибо Бог знал будущее и таким образом предопределил. Выражение, которое Он исполнил во Христе Иисусе, относится к мудрости и к домостроительству, которое совершил Отец через Сына. А Златоуст, читая вместо, которое исполнил, которое сотворил, говорит, что веки, то есть века, время, Бог сотворил или исполнил через Сына. Вопросы. Офессианам 3.12 В котором мы имеем верзновение и надежный доступ через веру в Него. Толкование. Что все через Христа произошло, это видно, говорит, из того, что Он есть Тот, Который привел нас. Однако, не как пленники мы приведены и не как грешники, но имеем верзновение, и не просто, а с надеждой и упованием. Откуда же нам это? От веры, говорит, она, освободив от грехов, вложила в нас дерзновение и упование. Вопросы. Офессианам 3.13 Посему, прошу вас, не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша лава. Полкование. Потому что велика тайна вашего звания и велика дело, и великое дело мне вверено, именно проповедь к вам, и необходимо мне подвернуться узам и терпеть зло от непонимающих тайну и сопротивляющихся ей. Посему, умоляю вас, не унывайте, то есть не страшитесь и не смущайтесь, как будто происходит что-то странное. Ибо слава ваша в том более и состоит, что Бог так возлюбил вас, что не только сына своего отдал за вас, но и нас, рабов своих, ради вашей пользы подверг опасностям и узам. Если же мои скорби служат к вашей славе, то гораздо больше вы прославитесь через собственные скорби. Посему, даже если бы и сами вы подверглись скорбям, не падайте духом. Вопросы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, сказать надо было впереди. Там, говорит, и открыто мне через тайну благовествования. У меня сразу мысль появляется, а до него кто-то мог это сказать? А в русской православной церкви за тысячу лет кто-то мог сказать, что откровение ему не от того, что он ушел в пустыню, а через благовестие? У Павла везде началом и концом является благовестие. Он исполнил слово «апостол». Звание – это апостол. Если называется христианин, они благовествуют. И Англатоуст прямо говорит, для многих слово «звание христианин» есть пустой звук, вводящий других в заблуждение. Если бы день и ночь, то об этом говорили, священники поставили бы за правило, начал исповедовать. Благовествовал? Шестов пять говорил или нет? Людям подходил, вот как так называемый «свете» или «еговы»? Нет? Отойди к следующей неделе. Приготовься к исповеди. Это включить надо в исповедь. Выжедневное напоминание людям. А за тысячу лет ни разу не спросили. Никто. С какими бы я священниками говорил? Нет. Ну ты смиряйся, смиряйся, быть смиренным. Вот, ну, считай. Смотри, считай по-славянски только. Не сдумай кого-то слушать. Все. Мы учиться-то ни от кого не можем. Нас отучили от этого. Если я сказал, говорю, пророк Илья говорит так. Мне отвечали наши. И говорили, ну нам за пророком Ильей не угнаться. Ну и правильно, он бежал за колесницей. Перед колесницей, где за ним угонишься-то? Он бежал, как мотоцикл. Ну а за кем нам тогда гнаться, спрашивая, не знают. Больше ничего не знают. Выход один. Нужно молиться, чтобы Бог послал истинных делателей на Ниву, на Жатву. Сегодня нет этого. Совсем нету. А то узнал бы. Если бы я узнал, я бы пошел. И обязательно он бы открыл дверь. И не побоялся бы ни архиерея, никого. Мы бы прекрасно провели время, побеседовали. Пригласили у нас побыть на службе. Мы сегодня-то здесь служим-то. Ни одного священника у нас на богослужении нету. Отношения хорошие, а никого нету. Ну, нормально это. А мы готовы открыть двери сердца. Почему? Благовествование открыто. Мы не склоняемся ни на какую сторону. Ты вот когда молишься у себя ни направо, ни налево, ни направо, ни налево. Да, конечно, это заученная молитва. Но, однако, право-то надо объяснить, что означает право и лево. Право – это больше, чем, говорит, святее Папы Римского. Вот надо что-то добавить, чего в Писании, в канонах нет. Это человек придумает, давайте понедельничать, понедельничают бабки. Это право, уклонились право. Так не только это. Там еще такие навороты делают, ты никогда не додумаешься. А влево, а влево, а зачем нам это нужно? Никаких постов, ни крестов, ничего не надо. А ты посмотри, как сатана боится поста. Как боится он. Вот этот фильм, посмотри. Сегодня я говорил об этом фильме. Молчание. Просто отзаряди молчание, посмотри, не пожалеешь. Какие муки терпели люди. Как их мучили, убивали японцы. Мы, если к себе это примерять не будем, оно, может, завтра будет уже не от японцев, а от китайцев. Они жестокие, они Бога-то совсем не верят. У них нет Бога. Это язычники из язычников. И поэтому у нас постигнет кара большая, худшая. Как там иезуиты отрекаются от Бога. Отрецкаются от Христа, а не Бога. А Бог, какая разница? Он является то в виде Будды, то в виде Христа. Поэтому наша страна должна поклоняться Будде. И пошел, поплыл. Уступок в данный момент никаких и нигде. Павел говорит, преклоняю колено мои перед Отцом. Именуется всякое Отечество. Какое? На небесах и на земле. Да как в Японии как там это Отечество? Ну так. Он дал жизнь им, и это нужно показывать. Они только не знают его. Враг похитил это название. Тут надо за каждое слово хвататься, которое они говорят. Чтобы вот это слово, и Песянам, даже третья глава, она третья глава не ходовая такая. И она заговорит. Где бы ни открылось Священное Писание, ты понимай. Вот первый стих, глаза пали. И ты скажи, Господи, слушает раб Твой. И сразу же начинай на этот стих говорить проповедь. Проповедь к себе и к тому, кто перед тобой. Да это разве возможно? Да, возможно. Вот некоторые, если не знают где-то это, ну, говоришь, а люди-то не все считали, знают. Я им могу напомнить немножко. Напомнить. Вот слушайте, какие данные сейчас выдам. Вот. Ну, то, что видно было. У меня на каждую книгу я высчитал, сколько глав, сколько стихов, сколько слов, ну, и сколько знаков. Вот. В Новом Завете. Кто не себе черкните. Ветхий Завет из канонических книг, из одних канонических. Тридцать девять книг. Девятсот Двадцать 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 Девять Двадцать 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 Д И мы, Бог говорит, бодростью над Словом Моим, но какое Слово заговорит, какое обратит, мы не знаем. Почему, когда Израиль готовился принести жертву, фараон наконец стал, отпускаю, идите, но только без овечек, без баранов. Они говорят, нет, сначала говорили, без жён, без детей идите, вы всё равно вернётесь. Нет, мы должны все вместе быть. Ну, берите барана два, сколько вам в жертву-то надо? Двадцать. Ну, зачем брать-то полмиллиона? А мы не знаем, какое Богу потребуется. Вот мы должны также понимать, мы не знаем, какие буквы потребуются для обращения ближнего, поэтому молись, где откроется. В Новый Завет содержит 27 книг, 260 глав, 7 955 стихов, 129 596 слов, 612 909 букв. До одной буквы всё подсчитано. А какая потребуется в данный момент, когда ты будешь говорить, Дух Святой тебя коснётся и слушателя, мы ты не знаешь. И поэтому Господь оценил эти слова, которые говорят, дороже неба и земли. Они могут исчезнуть, а это не исчезнет. Вот как нужно относиться с благоговением к Слову Божию и к благовестию. Потому что заученными словами ты можешь не достичь сердца. Во время разговора ты можешь переменить тему. Совершенно с другого начать. Всё. Ефесянам 3, глава 14, 15 стихи. Для сего преклоняю колени мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Толкование. Так как вы удостоились такой любви, где непостижимы те блага, которые вы получили, и которые ещё получите в будущем, то я молю, говорит, чтобы дарована вам была благодать вселившегося в вас Христа. Благодать, постигнуть это и познать, насколько вы возлюблены. А что это мольба напряжённая, обозначает словами «преклоняю колени мои». От Верховного Отца, говорит, всякое Отечество на земле, племена называют Отечествами, получившие такое название от имени Отцов. На небесах же, так как там никто ни от кого не рождается Отечествами, обозначает отдельные сонмы, то есть и горние, и дольние чины Он сотворил, и от него произошли те, которые именуются Отцами. Вопросы? Вот, про земное Отечество, про небесное, как бы, тут просто оконно-то. Угу. У нас часто говорят о земном Отечестве, о защите земного Отечества, а вот про небесное, это то, что есть нести, где вот прям говорится, именуется всякое Отечество на небесах и на земле, как будто оно одно так. Интересно. И зачастую люди, защищая Отечество земное, забывают совершенно об Отечестве неизвестном, потому что Отец Небесный, он дал заповедь не убей, гонят в одном городе, люби в другой, любите врагов. Но, ну вот, получается, что вырослыми человеческими заменили заповедь Божию, начинают там толковать, кажется, врагов делить на своих личных врагов Отечества. Ну, это в книге, а я говорю вам, любите врагов, в ваших книге «Писем Кровославе», там все это подробно можно прочитать на нашем сайте. Ефесянам 3 глава 16-18 стихи «Додаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Толкование. Чего же я молю для вас? «Додаст вам Бог, богатый и желающий прославления имени своего, утвердиться в борьбе с искушениями, так, чтобы не только не смущаться ими, но и переносить их. И не довольствуется выражением утвердиться, но прибавляет крепко, прося изобильных для них благ. Так же утвердиться духом его, ибо он есть подающий крепость, как Исаия называет его духом крепости. И не только утвердиться, но гораздо более и сильнее вселиться Христу в сердца ваши, не на поверхности, а в глубине. «Каким же образом? Верою. Ибо в верных сердцах обитает Христос, приходя с Отцом и творя в них обитель, как Он и предсказал». В Англии Атраны 14, 23. «А этого вы достигнете, когда укоренитесь в любви Его и не будете колебаться и смущаться». Итак, апостол и спрашивает для них двух благ. Чтобы они укрепились духом и чтобы вселился Христос в сердца их. Или же, чтобы вы, говорит, утвердились и стали достойными того, чтобы вселился Христос в сердца ваши. «О чем вначале он молится, чтобы дан был им дух премудрости и откровения к познанию того, в чем состоит упование, звание их и прочее. То и теперь, говорит, чтобы вы могли постигнуть со всеми верующими тайну совершенного ради вас». «Она столь велика, что простирается по всем направлениям. Посему я писал ее внешними чертами, приписывая ей и верх, и низ, и боковые стороны. Ибо, говорит, хотя я и объяснял, невозможно из моих слов понять это в достаточной мере, но только через Духа Святого. Не иначе вы можете постигнуть это, как получив подкрепление от Духа. Ибо нужна великая крепость. И если не вселится в вас Христос, вы ничего не в состоянии делать». Григорий Женицкий говорит, что широтой, долготой, глубиной, высотой обозначается крест. Посему апостол молился за их весян, чтобы они смогли постичь тайну креста. «Ибо все домостроительство им объемлется, и самое важное в нем – крест, в котором особенно проявляется любовь Божия, как и Господь говорит». Иоанна 14, 12. Посему и Павел указывает на эту любовь. Вопросы. «Ибо все домостроительство им объемлется, поэтому слово есть, что?» Но опять, да, тоже. Главное, это о чем он сейчас говорится, чтобы вселить себя Христу в сердца наши, ваши. Для православных это вообще крамольная мысль. Как так? Христу в сердца ваши. Да ты о чем говоришь-то? То есть это неприемлемо. Евангельский язык, евангельские вот эти изречения, они к нам не вхожи. И наша задача – сделать их общедоступными. Тебя будут долбить за это, обзывать там, а ты продолжай свое говорить. И считай, открывай, и прямо пока селите Христу в сердца ваши. Каким образом? Через чистоту жизни. Другого пути нет. Через молитву, пост, милостыню. Здесь у православных, у подвижников огромный опыт. Вот тут надо к ним уже прислушаться. Как они решали разные конфликты. С чего они начинали? Какой подвиг? А сейчас подвига-то никакого нет. Ну, живу я признаю. Вы выйдет, видно, что не постится. А вот у подвижников это было на высоте. Они трудились для Бога. Но не вышли они на благовестие. Вот этим все погубили. Что тут можно сказать? Вера, если нет. А это надо, чтобы вера была верой. Пригласить Христа к себе. Зайди. А почивай здесь. Для тебя стол и дом готов. А как? А увидеть нуждающихся. Вот и все. Ефесянам 3.19 И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Дабы вам исполнится всею полнотою Божьей толкования. И да возможно, говорит, позная любовь к Христову, превышающую всякое разумение. Как же мы познаем ее, когда она превышает всякое понимание? Во-первых, он сказал, что любовь превосходит понимание, конечно, человеческое. А вы не человеческой мыслью, но духом познаете ее. Потом, не то он сказал, что познаете точную меру ее, но то именно, что она велика и превышает всякое понимание. Сие молю познать вам духом. И кто же, говорит, не знает всего? Все. И те, которые ропчут на обыденную действительность, и те, которые отдают предпочтение мамоне пред Богом, так как, если бы познали ее, мы и на провидение не роптали бы, и к настоящему не были бы привержены, отступив от Бога, так нас возлюбившего. Заметь также, если любовь его превышает всякое понимание, насколько же более существо его. Двояко это понимали. Или, да познаете, говорит, что в Отце, Сыне и Святом Духе приемлет от нас Бог поклонение, потому что это составляет волноту Бога, троичность. Или же, да исполнитесь, говорит, всякой добродетели, которой исполнен Бог. Но лучше, думаю, понимать таким образом. Будьте совершенны во всем по образу Божьего совершенства, познавая, насколько возможно, все Божественное. Вопросы? По познанию, Инатий Тихонович, что можете сказать? Как познать Бога всех, он непостижим. Стремиться к этому нужно все равно. Почему говорится в одном месте? Чтобы в нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе. А ангела его не видели. А мы познаем его по его добрым делам. Куда бы мы взор не обратили, мы ухватываем маленькую, может быть, миллионную, не тысячную даже, миллионную долю, частички, уразуметь, что же это происходит и как. Вот посмотри, весна, земля оттаивает, и вдруг березовый сок, а откуда он взялся? Из земли. И гонится кверху, никакие насосы не поднимут. Вот такое высокое дерево до самого последнего листочка дойдет. Удивительно. И мало того, год прорастет, одно кольцо нарастает. Кольцо нарастает, чтобы могли определить, сколько лет. Дерево разговаривать не может, а оно говорящее. Вот ты заблудился в лесу. Но ты знаешь, что шел на солнце. Ну, а потом где-то запомнилось. Ага, я шел, выходит на юг, надо с севера идти. Ну, а дальше ты идешь, солнце зашло за тучи в лесу. Как бы так ты бы увидал где-то какую-то постройку или что. А ты посмотри, на каждом дереве есть кора. И с одной стороны она более темная, светлая с южной стороны, а более темная с северной. Она меньше северной освещается. Мох растет. Посмотри, с южной стороны нет мха. А если бывает тонкий слой, а с северной мощный слой дерева, ты абсолютно точно будешь знать. И таких приметок, притом объяснить-то почти никак не объяснишь, это несказанное число. Кто сделал? Бог. Я уж не говорю, рассмотри свое тело. Тело человеческое, великая красота, в лепоту обличейся. Поем в церкви, в лепоту, в лепоту обличейся. То есть Христос принял плоти от Преснодевы Марии, Богородицы, и облегся в наше тело. И здесь, говорит, здесь-то определенно Господь показывает, как мы должны познать Его. Ну вот смотри, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Ну а дальше-то уже пояснение было. Какое? Швасота, широта, долгота и глубина. Ты этот вопрос задай сектантам. Они никогда не ответят. А почему? Ну что смеяться-то? Сектант какой-то и святые отцы. Ну что делить-то? Они все засохли на первой ступеньке. И вот среди них говорить, бери любое послание, знай толкование. Тогда твои уста наполнит Бог благодатью. А они сироты. Они заброшенные. Они не знают. И как знать-то, если в сокровищнице там пусто. Меня оставили, говорит, источник воды живой. Так это и к нам относится. Да, и к нам относятся. А выставили себе водоемы разбитые, которые не могут держать влаги. Просто прочитайте Иеремия 2.13. Конкретно, определенно и четко. А кто может сделать несравненно больше всего? Господь. А раз Господь, значит, ему и за все слава. Посмотри, сколько есть разных фруктов. И как разный вкус у них. Некоторые травы берешь. Обыкновенная травинка. Пожевала, у тебя здоровья больше будет. В какое время, как сорвать. И конца краю нет этим разным растениям. Речь-то идет о сотнях тысяч разных. И у всех какое-то название есть. Премудрый Бог, да. Но высшая премудрость в том, что Он отдал Сына Своего. Вот сегодня меня дали, скинули и говорят, посмотрите, вот там такой. Ну, глянуть-то можно. Глянул. Сидит. Я его возраст не мог определить. У него там ни имени, ни фамилии нету. Ну, такая искривляется лицо, дергается. Ну, так настолько неприятно прям только смотреть. Я когда стал говорить, там погонь одна. Против Библии там говорит. Только для детей. Там взрослым делать нечего. Противоречия всякие выискивают. А было ли у него какое-то предварительное состояние к этому прийти? Да, было. И теперь он пошел новое. На место убитых. На место отверженных. Рождается новое поколение хулителей. А как они? Они любовь Божию не познали. Он начинает разбирать, кому сказали любовь. Как бы ни сказал Бог, любовь, полюби, он сказал. За этим кроется его безмерная любовь. Он умер за нас. А вот эти разные там недочеты считают Библии. Писали разные авторы. Да один писал, один. Всю Библию. Кто? Дух Святой. Дух Святой, автор. А руки разных. Ну, примерно 40 разных авторов было. И главное, что ни один, ни одному не противоречит. А он такую околесть и сугородит. Я закрыл, и туда больше никогда не пойду. Почему? Бесчестный. А вот о нас выступает какой-то Артур. Фамилия Алёхин. Артур Алёхин. Можешь зарядить. Уже два ролика поставил о нас. Второй ролик об Никите. Вот заряди. Артур, Алёхин. И дальше Никита добавил. Он об Никите говорит. Ну, молодой человек. Но видно, что он не похож на других. Почему преследуете, когда люди не так понимают? И он наши выдержки берёт из разных роликов-то. И составляет, и показывает. Но такого у нас ещё не было. Уже давно он смотрит и уже два ролика поставил. А дальше Бог покажет, как. Поэтому наполни чувство до самой последней клеточки удивлением. Чудо Божие. Что Он с нами сделал? Как Он нам открылся? И ты написал здесь «Провидение». Провидение называется. То есть вперёд предусматривает Бог. По своему провидению Он увидел, что мы годные. Избрал и позволил нам что-то скачать, сделать, переработать. В огороде то же самое. То есть Бог умудряет во всём. И на это надо смотреть с особым чувством благоговения. А если этого не будет? А если никогда больше ни один квадратный метр ничего не родит? Значит, всё пропало. Даже люди, ничего не разбирающиеся в ботанике, бросают с земли. Вот представь себе, зашёл какой-то человек, горе, сжил в горах, он не видал, как сеет. И вдруг видит, хозяин такие труды положил. Как он молотит вручную, комбайнов-то не было. Как этот хлеб бережёт его. Кошек туда сажает в амбар, чтобы сохранить. А для чего? Для посевной хороший сорт. Ну вот приходит весна, а тот человек живёт рядом, говорит, а что они будут делать с ним? А до этого узнал, что его мель от хлеб размалывает, и получается хлеб пшенщинки. А тут он выходит, горстью разбрасывает. Он говорит, так птицы налетят, но мы забороним маленько. Не спастись никогда. Он-то это видит. Это ненормальные люди. Хранил, собрал, очистил. Пришла весна, взял, сам бросил и в землю закопал. Так оно сгниёт. Он говорит, в этом весь секрет. Если зерно, падшее в землю, не умрёт, то останется одно. А если умрёт, то принесёт много плодов. И вот в этом надо усмотреть, твоя роль какая будет. Чем наполнена уста? Словословишь ли ты именно за чудо, явленное тебе сегодня, не вчера? Если ты не знаешь, я могу тебе перечислить, почти наверняка в твоей жизни это было. Поэтому от нас дальше легко строится третья ступень словословия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отошёл. Ефесянам 3 глава, 20-21 стихи. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Я говорю, прошу, что он и больше, чем заключается в моей молитве, сделает. Ибо не только всё, чего кто просит, но и больше он может сделать, и несравненно больше. То есть щедро и с избытком. И вдвойне избыток указывает несравненно и больше. Ибо возможно сделать и более просимого, но не несравненно, что значит щедро и с избытком. Но Бог может и то, и другое, как он и действительно возмог и совершил в нас великое и необычайное, усыновив враждебных ему язычников, так что уже из того, что он совершил для нас ясно и то, что сказано. И справедливо заканчивается речь славословием, прославляя благодетеля, и вместе с тем показывая величие совершенного, совершенного, простите, для нас. Ибо не удивлялся бы, если бы не даровал Бог столько, сколько нужно для возбуждения, удивления и прославления. Не просто так же говорит тому слава, но во Христе Иисусе. Ибо подлинно никто не может и прославить Бога, как только благодатью и силой Христовой. Ибо Он подает нам дар прославления и научает, как сие совершить. В церкви слава Божия и справедлива, потому что она пребывает непрестанно и врата ада не одолеют ее. Матфея 16, 18. Посему и славословие это будет вечно. Аминь. Вопросы? Ифтянам 4, 1. Итак, я узник в Господе умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Толкование. Не властвовать должно учителю, а служить ученикам ради их спасения. Посему и Павел, как слуга, умоляет, выставляет даже узы свои для успешности просьбам. Узник ведь в Господе, то есть не за дурное дело, а ради Господа. Итак, окажите почтение узам ради Господа. О чем же я молю? Не о себе, а о вас. Чтобы вы жили достойно своего звания. Ведь вы призваны к великому восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним. И не следует посрамлять своего достоинства делами, недостойными Христа. От догматического же учения перешел к нравственному, придавая тем сладость своему слову. Песнянам 4.2 Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Толкованием. Показывает, каким образом возможно поступать достойно звания, если мы будем смиренными. Ибо тогда ты вполне поймешь, каков ты есть и чего удостоился. И смиришься, и постараешься служить своему благодетелю. И при том, оно служит основанием всякой добродетели. Посему и Господь начал свои заповеди блаженства, отсюда называя блаженными нищих духом, то есть смиренно-мудрых. Далее. Со всяким смиренно-мудрием, не в словах только, но и на деле, в наружном виде и голосе, и не так, чтобы в отношении к одному являть себя смиренным, а к другому нет. Но в отношении ко всякому, малым ли он будет или великим. Ибо возможно быть и смиренным, и вместе с тем вспыльчивым и гневливым. Но такое смирение бесполезно. Научает, какая польза откротости и долготерпения. Это снисходительность друг к другу. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, как же я буду снисходителем к ближнему, когда он гневлив и держит. Он указывает и способ в любви. Ибо если мы будем иметь любовь, то будем снисходить друг к другу. Вопросы? Ну вот у меня вопрос. Где вот эта граница, смиренно-мудрее, снисхождение. И чтобы это не перешло в безразличие к тому, что брат во грехах погибает. Вот начинаешь, допустим, обличать его. А ты вот, надо быть смиренным, ты вот за собой досмотри. Никто, все мы грешные, многогрешные. Ну и так подумаешь, ну да, надо быть смиренно-мудрым, как говорится. С капустой в бороде ходить вот так вот, глаза долую. Главное, никого не осудить. Вот сегодня вот такой был разговор. У кого по этому поводу? Мысли какие-то, пожалуйста. Вот здесь вот смирение и уже смирение. Когда вот... Написано же, видишь брата согрешающего, выговори ему. А здесь написано, ну сходите, будьте снисходительными, несите времена друг к другу. Ну грешит он, ну и помалкивай, но это же Бог его осудит. Как вот тут сопоставить одно с другим? Можно ответить, да? Да, судей, да. Вот тут действительно, когда читаешь толкование, то порой возникают даже и не вопросы, а рассуждения возникают, мысли появляются. Вот одно дело, когда имеешь с человеком, который согрешает не потому, что он умышленно хочет это сделать, а по своему неведению. Ну как, допустим, ученик в школе приходит учиться, а много чего не знает и поступает не так, как надо. Ну вот в этом отношении к этому человеку надо быть как бы долготерпеливым и снисходительным. Но другое дело, на мой взгляд, когда этот человек, будучи обученным, умышленно игнорирует то, что ему давалось обназидание. Но в таком случае тут уже можно с другим духом на такого человека воздействовать. И так же самое и в себе. Одно дело, когда ты что-то не знаешь и ошибаешься, и ухаряешь себя за это, когда узнаешь, как правильно поступать. И другое дело, когда ты как-то вывод от свинья, снова лезешь в грязь, или как пёс в люблевоте. В таком случае просил, чтобы тебя со стороны, так сказать, повоспитывали, поразумили. Ну и сам принимай меры более строгие к себе. Я так вот понимаю. Такая вот мысль у меня появилась при чтении этого толкования. Я отошел. У меня все. Спасибо, Христос. Очень понравился мне ответ. Я согласен. Лично. Кто-то, может быть, не согласен? Пожалуйста. Идем дальше. Нефесянам 4 глава 3 стих. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Толкование. Как в теле Дух все объемлет и объединяет, так и Церковь объединяет Святой Дух. Хотя мы различны и по роду, и по характеру, и по знаниям. И через Святого Духа мы становимся единым телом. Итак, постараемся хранить это единение, живя в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза любви и не будем жить в мире друг с другом, то погубим то единение, которое даровал нам Дух. Подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, и они отказались от союза с прочими членами, то они уже не были бы под властью одного Духа. Итак, нужно великое тщание. И мы невленностно должны поддерживать мир, крепко соединяясь друг с другом, дабы куда один стремится и другой тоже, ибо таковы союзники, а не самопроизвольно распоряжаясь собой. Тогда только будем в едином Духе. Вопросы. Так, час прошел, можно задавать вопросы. Не по теме. Не по теме такой вопрос у меня. Он как бы и по теме, и не по теме. Два месяца тому назад наш настоятель храма, протерея Николай, благословил проводить занятия по изучению Священного Писания. И вот у нас все новое всегда воспринимается с таким восторгом. И действительно, первое занятие прошли дружно, активно, приходили люди. Но последние три воскресенья, сегодня третье, на занятия практически никто не приходит. Ну и лето, и тепло стало. Этот фактор надо учитывать. И как тут быть? С одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы то благословение, которое было получено, и которого не было 25 лет, и только в этом году что-то начало делаться. И если сейчас мне уйти от этой работы, сославшись на то, что люди не ходят, и так далее, и так далее, то не скоро оно еще возобновится это дело. И потом будут нарекания в дальнейшем, что вот человек, который выступал за благовестие, за изучение Слова Божия, сам не ходит в храм в установленное время. И таким образом, что о нас говорить? И вот у меня с одной стороны возникает желание не ходить просто одному туда, когда людей нету, вот, а с другой стороны я теряю время, ну, время-то я не теряю, но я не могу общаться с вами в то время, когда назначается изучение по скайпу. Мне, конечно, больше нравится и лучше быть с вами, чем находиться там, где Божье Слово не оценят и не хотят его слушать и изучать. Вот как в такой ситуации поступить? Ну, я таким образом поступаю. Когда у нас идет исповедь и не проходит богослужение никакое, там чтец читает про себя, еле слышным голосом жития святых, которые никто не слушает, я выхожу в притвор храма, где не слышно, не чтеца, никого, ничего, но находятся люди. И там читаю толкование святых отцов. Ну, Евангелие на Евангелие. Ну, слушают. Не все, конечно, несколько человек дослушают. И это из числа, находящихся в храме, которых у нас около 50 человек. Ну, таким образом поступаю. И как вы посоветуете в этой ситуации дальше действовать? Нужно ли приходить мне после службы, тогда, когда никто не приходит? Или какие-то другие меры принять? А общаться только с вами в это время, потому что с частых дня начинаются занятия по скайпу, в которых я принял бы с удовольствием участие с самого начала, а не в конце. Вот такая боль души у меня. У меня первая мысль возникла. Раз ваши прихожане любят такие нововведения. Ну, поначалу-то вы сказали, что они сразу активно, а потом что-то угасло. Ну, может быть, предложить им очередное нововведение. Вот. То есть объединить раз в одно время, или, может быть, там... Если это возможно. Как вот у нас в прошлое воскресенье Сергей Козлов из Воронежа одновременно присутствовал, лежа дома, присутствовал на... Собрании. На собрании, да. И я... Тоже у меня была идея, чтобы мы, когда у себя в церкви делали занятия, чтобы в это же время могли подключаться и другие люди из других городов. Но как-то эта идея была не совсем поддержана, потому что там кабель надо в трапезную проводить, да, и... Вот. И решили, что в воскресный день будем в шесть часов проводить каждого себя дома. Вот. То есть, если есть такая возможность в храме у вас установить видеосвязь и сделать объявление, а вот не хотели бы вот есть вот такой вот миссионер, Игнатий Кочнапкин, представительская община, вот, посмотрите, и вот совместное занятие такое провести. Вот. Может быть, кто-то придет, не придет, но вы-то в этот момент ничего не теряете. Вы приходите на наши занятия, и... А те люди, ну, захотели, пришли, не захотели, не пришли. Понимаете? То есть, мы будем вести занятия и для вас, и для них, раз у нас опыт уже многолетний такой есть. И вы как бы со смирением, ну, вот тут есть люди, которые уже много лет этим занимаются, а я вот, что не достойно не держал, так, ну, так можно я вот с имором говорю, как бы, ну, такое предложение унести, поговорить, вот, если примут, слава Богу, ну, а если не примут, ну, ходите, раз вы, как бы, взялся за душ, не говорите, что не идешь. что он златоустый ложкам проповедовал, когда не было никого в храме или кто там, а пьяные там стояли внизу и слышали, упропывали, что вы все, все, беда себе, врод да врод, они покаяли. Ну, такие мои мысли. Может, и дать, если что-то посоветовать? Я не знаю. Да, хотя есть, спаси Христос, потому что мысль это отдельно, она приходила и нам в голову, и в дальнейшем мы планировали интернет провести в наш храм и все такое. Но тут ногу упирается в саму позицию нашего священника, который прямо сказал, что оно ему не надо. Ну, после службы уезжает к себе в село за пять километров от города и в храме никто не присутствует, кроме продавца, который торгует свечками, книжками и так далее. Больше никого нету. Поэтому, может, с его стороны быть препятствия, но активно этой работой я займусь. Буду продвигать эту идею для того, чтобы был интернет. Потому что идут занятия для детей там у нас в храме, пока служба идет. Ну, так же самое читают. Это во время службы самой. А после службы никто не остается. И дети могли бы тоже посмотреть что-то по интернету. Ну, я буду иметь это в виду. Спасибо, Христос Сергей, за это предложение. Будем активнее заниматься. Лаптик, а у вас по этому вопросу может какие-то может что-то лучше можно предложить? А ты вспомни, когда у нас занятия шли в университете. Ты в один университет ходил или в другие? Мы всегда заканчивали занятия к 1 маю и возобновляли их 10 октября. Дальше все занимаются самостоятельно. Действительно так. Люди едут на дачу, работать надо, и скайпа тогда не было. Нам нужно было буквально приходить. И мы уже знали, сколько месяцев, неделю у нас будут идти занятия. Вот я имею опыт именно такой. Летом принуждать не надо, иначе их позже не соберете. Им будет неудобно. Вроде они как бросили, а на самом деле не бросали. Они друг друга будут спрашивать. Вы неопределенно, их никого нету, и никто их в отпуск не отпускал. Вы видите, чем заканчивается. Надо было заранее объявить. Заранее. А каникулы? Конечно. Каникулы везде. Везде каникулы есть. Наберете силы. Сами в это время готовьте темы, вопросы какие. Это же не в один день делается-то. Вот у меня, когда спрашивают, по какой программе вы вели занятие, у меня нет программы. Ну, а как тогда ведете? Ну, вот в третьем томе пособие по изучению от Марка. Есть и все. А далее, далее уже Блаженов и Филак тут как мы проходим. А они привыкли так там ведение, центральное счастье, пилок. У меня ничего этого нет. Оно все у нас вместе идет. Ну, и к слову сказать о наших занятиях по скайпу, конкретно, которые приходят в данный момент. Значит, я планирую быть в Барнауле до середины июня. вот, я не знаю, не вижу смысла объявлять о наших каникулах. Обязательно? Обязательно. Вы можете найти кончение и ехать на каникулы. Я готов вести занятия без вас. Ну, не будет людей-то некто. Будут люди, два-три человека, я готов вести. Или объявить о каникулах летних. Давайте проголосуем. Не надо голосовать. Каникулы не голосуют, их дают. Ты имеющий власть объявляй. Занятия до первого мая. Все на этом. От первого до десятого октября. Нет, ну, а если люди не хотят на каникулы, как же их отправить? Ну, хорошо. Вот на это время пусть они начинают образовывать для себя. Вот дай им на время. Они не хотят это хорошо, похвально. Но пускай теперь самостоятельно начинают трудиться. Организуйте. Вот как ты организуешь, так скажи, следующее занятие буду, буду передавать опыт, как организовать вот эту скайп-беседы. А дальше они уже как же начнут сам себе везде визиточки делать, как мы делали, приглашать людей, ну, работа будет идти. Но чтобы каждый начал самостоятельно, не все время с ложечки кормить. А вопросы и ответы на нашем сайте найдете. Сами будете заниматься больше, а не так, что пришел. Что Бог положит на сердце? А что положит-то там дыра одна? сидит, читает журнал «Огонек», все остается до богослужения сейчас один-то. Господи, благослови, что положит на сердце? А там насмотрелся, насчитался, там уже ласк некуда. Валерий, я вот не понял, а как вы во время службы, Сергей, читаете толкование при своре? Это как такое возможно? Или это не так? Я неправильно вас понял. У нас храм представляет собой бывший магазин. Нет, но это во время службы идет? Значит, у нас во время службы, служба прерывается исповедью, которая идет минут 20, а священник у нас один, диакона нету. Для того, чтобы вы не слушали эту исповедь, чтец читает чтец святых, которые никто не слышит. Понял, сейчас понял, да, понял, понял. То есть, это как бы у вас во время исповеди, чтобы исповедь чем-то занять, это время, у вас не отдельной комнаты, нет исповедальной ничего, поэтому так, да? А вы у батюшки-то благословлялись на это дело? Ну, конечно же, без этого дела и... А то, пойди вы там самостийно в святворе. Либо всем бы только вы за, а вас кто благословил, а кто... А как, да? Ну, а как, все равно во время службы? Ну, вот мы так все живем, Дух Святый, а порядка нет. Там порядок должен быть. Поехали с полицейским. Да, да. Отноченяюще. Еще, мне кажется, почему не ходят? Наверное, не ходят еще и за нас самих. Наверное, мы не так, как Игнатий Тихонович, горячо объясняем, а теплохладно живем-то. Если мы будем горячо объяснять, горячо болеть, тогда и люди ходить будут. А если мы, как бы, не готовимся, если дыра на сердце у нас, тогда это, конечно, какие у нас будут. Надо в себе немножко тоже поискать. От нас зависит очень многое. Кто может горячее, чем сам Владыка Христос проповедовал? Ну, никто, но как мы это будем подавать? Вот еще в чем. Но, однако, и когда Христос проповедовал, не все ходили. Вот, поэтому мы и собраны здесь все вместе, чтобы поучиться у нашего учителя, как нужно поступать и действовать. Его совершенство, мастерства мы еще не скоро достигнем, вряд ли достигнем. Для этого надо дарование Бога, более-таки другие. Я, допустим, вышел из среды шахтерской. Род мой, если бы его назвать по-старому, относится к подлому. Благородный народ есть, дворяне, помещики, литераторы, интеллигенция. А я из простых, из христиан. Где мои родители были атеистами, безбожниками, время тогда советское было. Поэтому я просто чудом, это так Господь сделал, что я из этого рода как бы один вышел, выучился, университет закончил. А так в нашем роду мало талантливых людей в этом отношении. так что я еще далек от совершенства. Конечно, нужно над собой работать, более горячо, пламенно проповедовать. Ну, тут имеется в виду и такой фактор, как позиция нашего священника. Он, если он не заинтересован, он просто молча позволяет это благорестование вести. Он прямо сказал, ему это не надо, но, слава богу, это не мешает. Вот это очень хорошо, да. Так что вы радуйтесь, что нам не мешает. А есть кромы, которых не разрешают просто это делать. Все, ни в какой. Господи Христос, все, я понял. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Сергей, все, хотел задать вопрос насчет, вы как-то давали ссылку на книжки Евангелия, ну, 30 штук можно было там бесплатно заказывать. Не помните такой сайт? Помню, да, Лига, 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 Лига Карманового Чтения. Точно, точно. Лига Карманового Чтения. Евангелия, Кармановый Евангелия. Лига, Лига Карманового Чтения. Лига Карманового Чтения. И в этом... Сергей, мы вот сегодня сказку раздавали. Вот, я хотел спросить по такому поводу, что там перевод идет, ну, как бы не совпадает с синодальным. То есть, не то, что там смысл, а слова заменены, допустим, чадами божьими, детьми божьими. у нас был такой соблазн, одна сестра, прям, она из бывших, бывшая пятидесятница, она как раз возриновала, что это не синодальный перевод, там, Матерь Божья с маленькой буквы, и это, ну, вот, вынесли на рассмотрение, решили, что он, хоть и не синодальный, но он не искажает смысл, то есть, он не юридический. Вот, и мы его распространяем. А вот, вот эти надписи, что там евангельская церковь, чего-то там, или какая-то там организация, ну, тоже там, как бы церковь, с этим что-то нужно делать, или пускай такая остается? А что сделать? Да, я считаю, не нужно. Ну, раз они издали, они имеют право, значит, поставить свой штаб, на них, мы на них свой штаб ставим, православные занятия по изучению Гиблии. Вот. Ну, а да, за это смущает, что мы, как бы, рекламируем протестантскую церковь. Вы понимаете, как бы, в нашей общине принято к себе никого не зазывать, и поэтому одному только признаку у нас уже деятельность наша, миссионерская, против чего борются по закону мировой, уже назвать мы к себе не даем, мы не даем к Христу, мы раздаем Слово Божие. То есть, человек, прочитая Евангелие, Слово Божие, он может, даже вот этот перевод, он, хоть и не синодальный, но он может обратиться и начать искать Бога. Распочит дальше изучать, позвонит там, да, слава Богу. Но в тот-то город, где он, где это, церковь там какая-то, вряд ли он туда поедет. Поэтому, ну, вот таким образом дешевле. А я, я, ну, книжечку вот как-то дарил, мне говорят, а вы не секта? Потому что оформление-то такое. Мы подарили сотни, и нам сотни раз такое говорят. Мы уже привыкли, нет, мы не секта. Вот. Ну, ладно, спасибо. А вы не емко, и вот начинается. Потому что, ну, православные уснули в монастырях, а сектанты пошли. Надо возрождать то, что должна делать православную церковь. И, и секреты к этому и побудили. Понимаете? Раз они идут, так дома, община обращается, а мы сидим, бог-то нас спросит за это тоже. Вот. Они верят с такой, с таким успехом несут общины, люди с сотнями тысячами обращаются. А мы истинно распространить не можем. Ну, я, золотарусь к этому привыклывал. Я, говорит, один, я ничего, идите сами. И Христос 12, потом 70 избрал. Говорит, идите, проведем. А вот кто тоже, это вас, они сразу, то не секта, а другие, а кто благословил, то есть тоже, с таким же, таким же, вот. Ну, я говорю, кто благословился. Ну, я понял. Благодарю, спаси Христос. Слава Христу. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, давайте еще посчитаем. Ефесянам 4, 4. Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Пакование. Не просто любви ищет Павел, но любви, делающей всех единым телом через полное единение друг с другом, так, чтобы как члены тела они сострадали и сорадовались друг к другу. И один дух прекрасно это сказал, показывая, что став одним телом, они будут и одним духом. Или же, что возможно быть единым телом, но не единым духом. Подобно тому, как если бы кто был в дружбе с эритиками, но не следовал их учениям. Или же, получив один дух верой, вы должны быть и единомыслием. Если же духом называют одинаковые все душевные настроения единомыслия, как бы так говоря, одно тело и одна душа. Бог, говорит, призвал вас к одному и тому же, всем даровал жизнь, равно для всех став главой, всех совоздвиг и посадил с собой, и просто всех принял с одинаковой честью, и все имеем одну и ту же надежду. посему вы должны быть едины и по союзу любви, ибо в отношении к нему мы равны, хотя и различаемся на земле. вот о чем я и молюсь всегда, чтобы у нас было единомыслие, не уклонялись мы, это один вправо тянет, другой влево, и один так, другой так, без Духа Святого сложно, конечно, все мы разные, характеры разные, но вера одна, учение одно. И далее Эфесянам 4 глава 5 стих, один Господь, одна вера, одно крещение. Толкование, ведь нет того, чтобы ты имел высшего Господа, а тот низшего, чтобы ты спасался верой, а тот делами, чтобы тебя делало свободным крещением, а того нет. Да и действительно. Вопросы? Ну, тоже часто слышишь, Бог один, только пути к Нему у всех разные. У нас мусульман, у нас крестьян Бог один, только они верят так, другие так, а он один и тот же. Они в одного верят, и мы в одного. Но мы в разных по Богу-то верим. Они в Аллаха. Мы Святую Троицу Иисуса Христа. Они разные, то есть не нужно на этом на этом на этом подвигаться. В Коране совершенно иной Бог описан, чем Евангелие. Абсолютно. Поэтому но вера в то, что Бог один, единобожие в смысле, в этом мы с мусульманами схожи, только в этом. Потому что некоторые до сих пор верят, что на земле много Богов. Язычники, неоязычники, Астарта, Актинида, всякие, Зевсы, мифологические Бога дня, Бог войны, Зевсы, Венера, Богиня любви и каждой Богини по каждому поводу. У нас и в православии такое придумали, что каждый святой отвечает за что-то там. Интересно, какие-то мини-башки наподобие ядичества в Кравосе как-то я считаю. что если студентам, то Татьяне надо, если здоровье, то Пантелеймону, если там еще кому-то, еще кому-то интересно. Ефесянам 4,6 Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас толкованен. То есть Он над всем и через все проникает своим промыслом и управлением и во всех нас обитает. Заметь также, что юридики предлог через относят к сыну, а во к духу, как будто он имеет умоляющее значение, а они прилагаются к Отцу, конечно, не в унижение его. мы верим в Троицу и единосущную и нераздельную. Отец равен сыну, сын равен Ассу и Духу Святому и Харь. А они вот здесь вот. Ну что, помолимся, занятия закончены, сейчас нам 4-7 начнем. А, можно слово? Сегодня же жен мироносец, Сережа, или они дослушали, видимо, вы поздравляли женщин, да? Не поздравляли? Вот которые давайте поздравим. Напомните, может быть. Да, жены. Это такой замечательный праздник, да. Идите на благовестие, поздражайте женам мироносеца. С праздником, дорогие наши. Спасибо. Субтитры Билосердный Создатель, любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Иисуса Христа прими нашу молитву и благослови на предстоящую неделю и с радостью встретить пришествие Твое. Приготовь нас всех к великим и грозным испытаниям грядущим на вселенную, дабы никто не отрекся от Тебя. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо Христос. Его кормить-то надо что-нибудь жевать ему давать это в рот. А так он помрет. Я говорю, кормить ему жевать что-нибудь давать как-нибудь. Ты говоришь, что это жевать-то все туда слышно. Да ты же отключил. Отключить-то от той стороны выключается-то. О, а что же не говоришь-то? Вот он, не знаю, будет живой или нет. Надо ему жевать что-нибудь давать-то какой-то. Нет, он семечки так глотал. Не стал, не брал. Не брал. Не брал. Второй день не берет. Я его вчера вытащил, думал, там будет. А он, видимо, слетел вниз, его перемели там голуби. Ну, вот так.